Приветствую вас, Юлия. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Точнее, даже не вопрос, а текст, потому что вопрос вы как такового не пишете нам, специалистам. И, соответственно, это первый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. А именно, какой у вас, собственно, вопрос к психологу? Какой вопрос? То есть вы, чего хотите от психолога? Какой помощь вы хотите от психолога? В чем, по вашему мнению, может вам помочь психолог? Потому что, ну вот вы описали ситуацию, да. Ситуация не самая лучшая. Это безусловно. Но вы при этом, при том, что, ну, при том, что вы ситуацию-то вроде бы описали, вы не написали того, что вы хотите с ним делать. Или того, что вы хотели бы с ним делать. Или того, что вы вообще хотите. То есть у вас есть некий такой, знаете, вот, запрос, у вас есть запрос, запрос на стабильность, запрос на независимость. Это запрос у вас есть. Но возникает другой вопрос. Если вы хотите стабильности, если вы хотите независимости, то почему в таком случае вы родили двоих детей? Ну, то есть если вы хотите стабильности, то, на мой взгляд, вполне логично предположить, что вам не нужна, не нужна пока родительская роль. Вот. Потому что вы хотите быть независимой. А независимость с детьми невозможна. Знаете? То есть это вот такой, на мой взгляд, очень важный момент, на который я рекомендую вам обратить самое пристальное внимание свое, ибо, на мой взгляд, здесь имеет место быть серьезнейшее противоречие. Противоречие, потому что, ну, одно не соответствует другому. Вот. Это первое. Второе. Волчьи ожидания. То есть вы, вот, зная и отдавая себе отчет в том, что у вашего мужа такие довольно, ну, скажем так, специфичные отношения с мамой. Вот. Зная это, мы ожидали от мужа поддержки в том, что противоречит маме. И вот это, конечно, у меня, ну, к вам вопрос. Вопрос. То есть, на каком основании вы ожидали, что муж вас поддержит? Хотя он, да, как бы, ну, к маме относится. По-особому. Вон. К маме. Вот. Соответственно, такая, такая история. Дальше. Значит, вы говорите о том, что личные границы вашей семьи размываются. Но ведь семья это еще и вы. В том числе. И если личные границы семьи размываются, то получается, пусть и в некотором смысле, что эти самые границы не отстаиваете вы. В той или иной степени. В той или иной степени. Из-за восприятия друг друга, как мужчины и женщины. То есть, из-за гендерных отношений. В основном и реже из-за отсутствия чего-то общего. Чего-то общего именно между вот, ну, именно между партнерами. И дело здесь не в статистике, а именно в индивидуальных историях каждого. От этого знания мне не легче. Ну понятно, потому что знание никогда не облегчает историю. Смудином обустроился конфликт над темой своей кровью. Так у вас сильно испортится соотношение с мужем вообще или из-за своей крови? Мы живем вместе, она реально взялась на помогать. Ну, когда вы решали жить вместе, я полагаю, что это было в том числе и вашим выбором. Когда вы решали жить вместе. Вот. То есть, я, конечно, не знаю деталей, но соглашаюсь жить вместе со кровью и тем более, и тем более, соглашаюсь на рождение детей, со свекровью. Вы, извините, сделали свой выбор. То есть, это вопрос вот именно к вам скорее. Дальше. Так. Надо сказать, что я еще раньше поняла, что свекров всю жизнь воспитывал мужа с гиберопекой, с контролем воспитала его одна, без мужа от личной жизни отказалась и намеренно из-за пристреления к мужчинам сама поделилась. Ну, если вы вот в таком контексте следили, допустим, и свекров, и своего мужа, да, то опять же хочется спросить вас в таком случае. Так, а как же тогда вы решили связать свою жизнь с данным мужчиной? Как так вышло? Как так вышло? Если вы, как говорите, еще раньше это поняли? Ну, если вы поняли это раньше, то, наверное, имело смысл предпринять какие-то действия, предпринять какие-то поступки. Например, обозначить мужу, ну, какие-то свои требования, к примеру, то получается в некоторой степени ситуация, что вы поняли что-то, но ничего не сделали. Ну, значит, родили детей, да, зачали детей. Ну, вот. И теперь, теперь, значит, что это требует? Тогда как и муж, и свыгровь, они такие, как и они есть, они в общем целом, ну, в общем это стало, меняться не должны. Они, может быть, ну, они могут задать вопрос, а другой они не должны меняться. Вот. И, как бы, какова ваша позиция субъективная во всем этом? Дальше, как это часто бывает, сейчас она постоянно нас критикует на тему воспитания детей? Ну, это просто невинозима. Невинозима почему? Я удивлял. То есть, вы не понимаете, вас это задевает. То, что она критикует. Она задевает вас. И, и, вопрос, на мой взгляд, заключается в том, а, почему это вас задевает? Ну, условно говоря, условно говоря. Почему вас задевает? То есть, почему вам, к примеру, да, ну, невыносимо, как вы говорите? Ведь у этого же есть, я полагаю, свои причины, свои причины. А причины, вероятно, заключаются в том, что вы, ну, принимаете на свой счет то, что говорит вам свекровь. Я полагаю так. То есть, вот, вас это в той или иной степени задевает. Вот, хочется спросить, а почему вас это задевает? С одной стороны, ее помощь сама облегчает уход за двумя детьми сразу. С другой стороны, за эту помощь приходится платить цену и того, что границы нашей семьи с мужем и детьми размыли. Ну, вы отвечаете, в том числе, Юля, за границы. Если вы свои границы не отстаиваете, то это уже ваша ответственность. Вы не можете отвечать за границы других людей. Я очень переживаю, что свекровь отбирает у нас наше родительство. Опять же, это граница. Попросила мужа поговорить с ней на эту тему. Муж отказался наотрез, обменил меня в эгоизме и неблагодарности. Ну, понимаете как? Есть очень деликатная история. С одной стороны, вы, конечно, вправо в том числе попросили мужа поговорить с микробием. Но, с другой стороны, материнство касается и вас. И если вы чувствуете, что вас лишают вашего материнства, то договариваться с микробием нужно было вам. В этом смысле здесь перенос ответственности. Я не ожидал, что он меня не поддержит. Вот, это, наверное, один из самых ярких моментов вашего текста. Значит, я не ожидал, что он меня поддержит. А то, что вы раньше поняли, то, что вы описываете, это не все. Для меня это было словно удар в спину. Но, опять же, здесь у вас завышенные искаженные ожидания от человека. Мы наговорили в итоге друг другу гадостей. Опять же, вы по сути описываете ссору, но в ссоре каждый несет ответственность за себя. Поэтому вам нужно взять свою ответственность за эту ссору и решить, что с этой ответственностью делать. Обида до сих пор у меня и у него. Ну, с вашей обидой нужно работать. Сейчас сидеть от матери он не готов из-за финансовой нестабильности. Мне показалось, что ему вообще комфортно жить с мамой сейчас. Что она берет на себя часть заботы о детях. Это правда. Два ребенка сравнивают за это крайне тяжело. Но мы ведь не первые, не последние в такой ситуации. Очень много пары оказываются без помощи, растят самостоятельно деток, научаются, адаптироваются и самое главное справляются. Но здесь, оказывается, вы сравниваете себя с другими людьми уже не в первый раз. И в этом кроется один из деструктивных ориентиров вашей позиции. Потому что вы не другие и сравниваете себя с другими, это не имеет никакого смысла. Вы такие, как и вы есть, если вы не справляетесь и не одна. В первую очередь, это значит, что ваши отношения с мужем являются проблемными. С ними нужно работать. А поскольку отношения строят двое, то именно с вашей стороны ваше поведение требуется корректироваться. Чтобы, ну, чтобы более гармоничные отношения выстраивались. Это понятно. Дальше, мне очень хочется независимости. Что вы делаете конкретно для того, чтобы это было? Быть отдельной семьей. Зачем? Почему вам хочется независимости? Вот опять же вопрос. Независимость, это в душе. Независимость, это то, как человек себя чувствует. А нам по 29 лет, я считаю, что в этом возрасте имеет такое желание более чем нормально и оправданно. Да, нормально и оправданно, если вы и сами его обеспечиваете. Я беру во внимание финансовый фактор. Не знаю, как нам всем лучше теперь жить. Ну, тут нужно решать, как вам, именно вам, Юля, жить. Потому что за всех вы не отвечаете. Живя на территории свекрови, мы не можем жить полноценной своей жизнью. Ну, это не так. Можно, если научиться выстраивать гармоничные отношения. Муж не может грамотно выстраивать отношения с мамой на эту тему. Ну, муж, он и не мог никогда. То есть вы требуете от него того, кем он не является. Быть тем, кем он не является. После сферы на эту тему мы уже месяц почти не разговариваем. Мы, Юля, мы. Мы не разговариваем. То есть и вы тоже. Отношения в напряжении даже не представляю, как наладится. Что там, что муж не идет на разговор. А вы? Вы пытались разговаривать? Он вообще очень обидчивый. Долго отходит. Может молчать практически неделями. И как вы это воспринимаете? Да, смотри, что это ощущение, что у вас такая противоречивость очень большая. В ваших желаниях и в ваших чувствах вывод. Никак не найдете свою какую-то позицию четкую. Чтобы репрезентовать ее другим. Чтобы другие с ней считались. Возможно именно с этого вам и стоит начинать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.